100 километров региональной дороги в Ироляды. Поле за моей спиной сейчас больше напоминает песочные барханы. Здесь более 5000 кубов мусора. Это примерно 500 камазов. Специалисты выясняют, кто организовал несанкционированную свалку. Неузаконенный мусорный полигон рядом с деревней Даймище разрастается уже давно. Местом притяжения для отходов стал местный карьер. Но эти горы, выросшие буквально за неделю, дерзкий вызов для всех. Первыми тревогу забили местные жители. В последнее время камазы возили землю. И возили действительно много. Там прямо на поле сваливали. Жительница деревни Даймище Ирина не решилась показывать лицо. Говорит, если нарушители лес не пожалели, то и с ней церемониться не станут. Я видела, там скидывали. А кто скидывает, на машинах даже возят. А кто там возит, не знаю. Сначала на дорогу кладут, а потом туда приезжают и скидывают. Накануне по местному высокогорью прошлись специалисты Гачинского ДРСУ, полицейские, Росавтодор, муниципалы. Остатки строительного мусора, доски. Вот здесь вот кирпич битый, остатки фундамента. Специальная комиссия решила в первую очередь очистить обочину дороги. Приступили в тот же день. А вот в том, что касается муниципальной территории, ясности нет. Эту землю, физически нам ее не вывезти, мы ее будем разравнивать. Так там все вперемешка. Они, допустим, зачерпывают ковш песка, а оттуда выпадает какая-то огромная металлическая пластина прямо вместе с ним. Вы же не будете там си проходить? Тогда мы будем вывозить все. В местной администрации ведут подсчеты. Нарушители сэкономили на утилизации около трех миллионов рублей. Чтобы очистить территорию, понадобится еще больше. В дальнейшие действия поставим таблички о том, чтобы не складировали туда мусор. Таблички у вас где-то помогают? Ну и плюс граждан. Как будут видеть, сразу будут сообщать, будем действовать. К расчистке территории планируют приступить весной. А тем временем мусор на незаконном полигоне все прибавляется. Так и не выяснили, кто в данном месте вывозит грунт. Причем в выходные было уже добавлено грунта, еще машин 10. Где-то идет рядом строительство очень большое, потому что это грунт из-под котлована. Лена Фтадор подал заявление в местную полицию. Опыт подсказывает, шанс выйти на нарушителя есть. Анна Лавронова, Сергей Эйслер и Роман Великосельский. Вести Петербург из Ленинградской области. Пока готовился этот репортаж, специалистам экологического надзора удалось поймать нарушителя. По предварительным данным, 5000 кубометров мусора вывезены с реставрационной площадки дома станционного смотрителя в поселке Выра Гачинского района Ленинградской области. Специалисты узнали фрагменты строительных конструкций в кучах отходов. Виновников задержали при попытке выгрузить очередную партию мусора. К административной ответственности привлечен местный житель, водитель грузовика. Наказание ждет не только исполнителей. Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области возбудил административное дело в отношении подрядчика на объекте. Продолжение следует...